Ах, вон она лежит, я ее так уже вижу. Капуста, капуста, 1800, кажется 17, 2 копеечки, пойдет. Двадцатник, ранний совет, 52-й год. Сигнал очень такой, сейчас продемонстрирую вам звук. Слышно, да? И показания 1,40 на ядраке. Хотите найти, копайте все, не ленитесь. Еще вот такое колечко интересное. Вот такая, гляньте, какая патина на ней, мраморного цвета. Шикардос. Фу, как Роман делает. Да. Так, друзья мои, вон там, вместе с видеокамерой дует ветер, ребятки. Ну извините, пожалуйста, за ветер потерпите чуть-чуть. У меня вот тут сигнал. Так, где у меня был сигнал? Вот. Вылез вот такой какал. Конечно же, вы его сейчас увидите, что это за какал. Но я бы не назвал его какалом. Вот так вот у меня очень большая толстая окись, прям на ней, видите. Я бы не сказал, что это какал, потому что пока что предварительно не стоит делать выводов. Тереть, естественно, я ее не буду. Вот так я вытащил две Петровские монеты, по десятке их толкнул. Тоже они были вот в таком изначально состоянии, а потом очистились. Продаю я, друзья, на мешке. Кому интересно, сделаю ссылочку под видео. Так что, самое нормальное местечко, где можно их продать, как следует. И вон. 14.25, это стопудовая монета. Примерно штык. Сейчас проверим. Опа. Выкопали. Достаем пинпоинтер. О, я же говорю. Бля, это не монета. Это пуговица, пацаны. Ай, елки зеленые. Ну, пуговка. Ой, ядрен батон. Пуговка-то моднявая. Пуговка моднявая, лысая, ебти. Пуговка-то моднявая. Пуговка-то модель. Пуговка-то моднявая. Пуговка-то моднявая. Ты посмотри! Помнишь, что я тебе сегодня говорил про створку? Глянь, от здорового ядрёного складня. Цветы. Чуть-чуть она деформирована, но ничего. Пацанский перстак. Ядрит колотить. Обалденный вообще, суперский. Опять молитвы, опять мужичий. Опять целый. Слава Богу. Вообще, блин. Смотри, как красиво. Ни хера себе золото, ёпта. Ой, ты умеешь пипикать? За ёпан. Чует монет рядом. И пипик. На расстоянии. Тридцать первый ход. Золото партии. Ништяк. Второй совет за сегодня, да? Да тут совета совсем мало. А? Совета совсем мало. Ну пусть Петровских будет побольше. Петровских. Вкусные дела. Ну да, похоже на деньги. Ничего, это ерунда. Это нормально. Она отмоется. Царь. Ты вот только себе представь, Стас. Человек, который её потерял. Раньше эта деньга, она же денежка стоила. Денег. Не то, что наша сейчас рублька. Не знаю, потому что они вышли уже из оборотов. Не, ну ты прикинь, вот кто её потерял, блин. Как ему обидно теперь было, сука. Это вообще, ну... Ему обидно, а нам приятно. А нам приятно, да. Так, сяду против ветра. Вот и в этой ямочке, прям тут всё рядышком. Выявлялось. Опачки. Чё у тебя? Эх, ни хрена, какой ядрёный. Нифига себе. Как жалко, блин. А где же другой кусок-то? А то их можно склеить. Блин, а какой здоровый. Это женский лепесточек. А у меня полушечка 31-го. Такая тоже у меня есть. А не тридцать, что ли? Тридцать четвёртую я уже сегодня поднимал. Зелёная такая вся. Это тридцать первый. Ну пойдёт. Берём и продолжаем. Двигаться вперёд. Вон туда. Ох уж этот ветер. Ох уж этот ветер. Тихо. Тихо. Ещё одна попалась. Видите, где она? Нет. Какая-то херня. Маленькая. Наверное, опять полушка. Полушечка, наверное. На этот раз какая-то ушатанная. Ну ладно. Будем оттирать, смотреть, что же это такое. А может быть это и не полушка. Может ещё какая-то печушка. И у меня советик. Ну-ка. Пятёрочка. Явная. Ушатанная в жопень 49-го года. Хрен моё, когда, наверное, ототрём. Убитая, блин. Или 40... А не, 49-ая. Впуклая, выпуклая, как там. Короче, вот такая. Вернулись мы с того бугра на прежнее место. Ветер всё не утихает. А как я только включаю снимать, так сразу он ещё пуще становится. Гляньте, ребят. Догадываетесь, что это такое? Конечно же. Это пуговка наша. И вот её надо очень аккуратненько вынуть, чтобы не повредить ей, так сказать, эту. Потихонечку. Будем разламывать. Видите, как она? Пуговка, гиречка. Целенькая. Шикарная. Отличная находка. Ну а почему бы нет? Красотень. Впереди нас за кустами река. Здесь раньше жили люди ещё при Петре, раз уж в Петровске попадаются у нас всякие вещички. Ну и у меня очередной сигнальчик. И не пришлось копать так, чисто ногой сдвинул. Очередной какал. Что это не ясно. Сейчас посмотрим. Сейчас покажу. Только собрался я уже уходить. У меня вот здесь большой кругляшок, ребятки, выпал. Ха-ха напоследок, наверное, да? И у нас это что? Опаньки. А вот это, кажись, Катерининская. 1969 год или Елизаветинская. Мне никогда не попадались, я особо не вникал, так что извиняйте. Вот она, Каньянёшка. Ха-ха. Вторая. Две копеечки. Нормалёк. Толстая, тяжёлая монета. Хорошая. Отличная монитос. О, никогда я их не поднимал. А тут сразу две сегодня. Прекрасно. Прекрасно, ребятушки. Это так. Это у нас... Это у нас 1969 год. Вот такие вот монетки. Так. Ну, наш коп подошёл к концу. Похвастайся. Пипец. Тебя тут чистить на всю зиму. Красотища. А это вот что такое? Шляпка какая-то. Офиг на тебе. Эх. И скалы скалы бросят. Да. Сколько там монет. А это вот что? Хрена. Деньга наверное. Хрестовой пятак. По-любому он. По-любому он. По-любому он. Вот топор, пацаны. Смотрите какой топор. Или стамеска, или что это такое. Старинная какая-то. Вряд ли топор. Куда одевать-то? Одевать-то некуда. А это вот... Это Елизавета серёжка. Сто пудов. Елизавета тут приезжала пьянствовать. И потеряла. Вот сколько гирек. Никогда столько не находил. Елки зеленые. А вот эта гиря, Стас говорит, с камушком была. Ну камень мы твой какой-нибудь от бутылки воткнем. Вот мне что больше всего понравился. Офигенный, да? Угу. Ну вот на этой приятной ноте мы с вами прощаемся. Да, Стас? Ненадолго. Скоро мы куда-нибудь рванём. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok